Моргенштерн отметил свой день рождения в Дубае и, кажется, всерьез занялся созданием нового материала. Он и до этого молчал недолго. За время его вынужденной эмиграции он выпустил два трека и клипа, что весьма неплохо для человека, находящегося не на родине. Сегодня Алишер тизерит новый материал в своем новом образе, который должен выйти в ближайшее время под загадочным названием «12». А на фите может оказаться очень интересный артист. К слову, в Дубае Алишер надолго, и есть вероятность, что в России он не вернется еще очень долго, и неясно вернется ли вообще. Давайте разбираться, что же произошло. Но перед тем, как мы начнем, хочется позавидовать вам крутую вещь – Hustle.rf. Это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка. Профессионально помогут подобрать правильный размер. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж в 30%. Заходи на проверены магазины, убедись сам. Ссылка в описании под видео. Давайте начнем с обового материала, который тизерит Моргенштерн. Вот как это выглядело буквально позавчера. Мы видим, что Алишер предстает в этих сторис в своем новом образе. Черно-желтые цвета в одежде и косички на голове. Также мы видим цифру 12, которая мелькает почти в каждой сторис. Что она может означать? Вариантов много, но истинную причину мы узнаем, наверное, только тогда, когда трек выйдет. И мы будем надеяться, что это произойдет в ближайшую пятницу, а не 12 марта. На самом деле цифра 12 может означать половину жизни Моргенштерна, ведь 17 февраля ему исполнилось 24. Конечно, выглядит как притягивание, но почему бы и нет? Это число вообще имеет очень многое. Много значений. Оно важно как в религиозном плане, так и просто в бытовом. Поэтому заранее мы вряд ли сможем угадать его смысл. Да и вообще, смысла может просто-напросто не быть никакого. Уже сейчас известно, что к Моргенштерну в Дубай приехал Александр Романов, режиссер всех его последних громких клипов. Это может говорить о том, что мы увидим не просто на коленках сделанный клип, а полноценную экранизацию трека, подобную серию клипов по альбому «Million Dollar Happiness Business». Судя по всему, к Алишеру в эмиграцию прибывает вся его команда, о чем он говорил в одном из последних интервью. Вся твоя команда, ну вот я вижу, многие люди, они здесь, они с тобой, рядом, но многие, так же я понимаю, остались в России, да, там, Романов, Марлоу и так далее. И Романов здесь. Тоже здесь, да? Скоро прилетит. Тоже прилетит. Сейчас ты работаешь со Славой, продолжаешь, да? Нет. Биты, он не делает тебя. А кто это? Кто эти люди, которые сейчас вот с тобой последние вот работы делают? Или они никогда больше не выйдут на первый план, и их имена больше никто не узнает, чтобы не пустился в сольное звездное. Все ребята, которые участвовали в создании «Миллион Доллар Альбома», со всеми также поддерживаем связь, с ними работаем. Плюс еще есть, так сказать, новые продюсеры, но пока я не хочу раскрывать имен. А ты не пожал? И мы готовим много-много всего, ой, блин. 22-й год, знаете, господа, я опять вас за***ю. Так что вы сразу еще одну награду, сразу на 22-й год. Кусок с разговором про самопродюсеров мы вставили не просто так. Кажется, калешеру в гости приехал еще и Палагин. И вот как звучит сниппе трека, который они сделали вместе. Возможно, это и есть тот самый трек под называнием «Двенадцать». Напомним, что Палагин это довольно известный продюсер, который много работал со звездами первой величины. Вот, например, этот трек Егора Криды и Уджибуд сделал именно он. Но вернемся к калешеру. Есть вероятно, что будущий трек станет витом. Но с кем? Тут есть некоторые интересные детали. Во-первых, мы знаем, что на виллу калешеру уже приезжал ЛДжей, с которым они явно занимались созданием новых треков. Они даже выкладывали видео, где можно наблюдать процесс записи. ЛДжей сегодня находится тоже за пределами России. Когда в конце прошлого года проблемы с законом появились у Алишера, ЛДжей тоже попал под горячую руку. На него завели дело за пропаганду запрещенных веществ. По этой причине он был вынужден уехать из страны и даже сумел получить гражданство Кипра. Так что вполне может быть, что Алексей до сих пор в гостях у Моргенштерна. И вполне может быть, что они готовят совместный материал. Но есть вероятность, что новый трек Моргенштерна будет витом с Биг Бэби Тейпом. Да-да, многие заметили, что сегодня в инстаграме у Алишера и Тейпа очень похожи аватарки. Вот как выглядит аватарка Тейпа. А вот что мы видим на странице у Алишера. Да, и там, и там часы. Добавьте к этому число 12, которое на этих самых часах может означать полночь или полдень. Также не так давно мы видели совместную фотку Егора и Алишера, что говорит нам о том, что между ребятами вряд ли есть какой-либо конфликт. Такая теория, конечно, спорная, мы согласны. Часы на аватарке Тейпа могли появиться по той причине, что он ждал выхода Кизару. Ведь он сменил аватар именно за день до того, как Олег вышел на свободу после ареста в Германии. Но факт остается фактом, изображение со страницы Егора до сих пор не пропало. И, кстати, преградой для Фита и Гура и Алишера вряд ли может стать даже Кизару. Ведь не так давно Тейп писал в инсте следующее. От цитаты. Я это, в принципе, показал на своем примере. Летом мы вместе законнектились с Платиной, базарили с Джигой по Фейстайму, слушали новый русский рэп, и он норма всех отзывался, и таких моментов достаточно много. Так что Фит с Алишером вполне может быть. К тому же на одной сцене вместе они уже были. К тому же между Кизару и Моргенштерном в будущем может стать куда больше общего. В том плане, что Моргенштерн вряд ли вернется в ближайшее время на родину. К тому подтверждение те сторис, которые он выкладывает по теме событий на Украине. Вот что он там написал. Видно, что сложившуюся ситуацию артист не поддерживает. Но он и от этого тоже сумел пострадать. Вчера появилась информация, что Инстаграм заблокировал аккаунт Моргенштерна для пользователей Украины. Также в список вошли Слава Мерло, Михаил Литвин, Никогла и Баста и многие другие. В общем, ситуация неопределенная. Так что просто будем ждать новый трек от Моргенштерна, который поможет всем хоть немного отвлечься от происходящих событий. А на сегодня у нас все. Что вы думаете по поводу будущего трека Алишера? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про подписку на мой личный канал по ссылке в описании. Ну а вы были на канале Убиваю БПМ. Меня зовут Дмитрий Толченов. Всем пока!